Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале о стране и мире. Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях политический философ, приглашенный исследователем Университета Калифорнии Беркли Илья Будрайцкис. Илья, здравствуйте, спасибо, что вы согласились к нам прийти. Здравствуйте, спасибо за приглашение поговорить. Спасибо. Илья, давайте начнем с главного. Собственно, вот уже скоро будет два года войне, и приблизительно каждый нас эфир, конечно, так или иначе посвящен этому. Почти два года идет война. За это время мы осознали, почувствовали, что 24 февраля изменило приблизительно все, как внутри России, так и снаружи, так и в международных отношениях. Я бы хотела вас, вот как политического философа, политического теоретика, спросить, произошло ли за эти два года что-то такое, что выбивается из понятных теоретических рамок. Ну, или, в общем, как вам кажется, ситуация развивается, что называется, по учебнику. Ну, честно говоря, нет такого учебника, который бы предсказывал развитие мировых событий. Понятно, что в том, что мы видим, да, например, в обнутренней ситуации в России, в эволюции российского режима, есть какие-то узнаваемые черты из прошлого, причем из самого разного прошлого, из самых разных стран, но, тем не менее, проводить никакие прямые аналогии здесь невозможно. Мы все равно проживаем новую ситуацию, новую для истории в принципе, и очевидную новую с точки зрения нашего собственного исторического опыта. А было ли что-нибудь такое, что вас удивило, именно как что-то новое, не входящее в ваше представление о том, как должно бы быть? Вот все, что вы знаете, подсказывало вам, что теперь должно быть вот так. Ну, есть люди, которые мыслят нормативно, как это не кажется странным в современной ситуации, остаются приверженцы идеи о том, что мир движется в неком нормальном отношении, что в конце нас ждет, например, торжество либеральной демократии, каких-то принципов рынка, не знаю чего, того, что представляется нормой человеческого общежития, кому-то, не мне. И, соответственно, с этой перспективы все происходящее выглядит как некие печальные, но необходимые препятствия на этом пути. Значит, российский режим – это просто анахронизм. Какие-то люди из прошлого попытались реализовать свои неуклюжие мечты, но в конечном итоге они как бы обречены на поражение. И весь мир, несмотря на то, что он тоже переживает довольно тяжелый момент, довольно серьезную встряску всех представлений о нормальности, он тоже все равно как-то выровнится, исправится и придет к лучшему будущему. Мне кажется, такая установка принципиально неверна. И я исхожу из того, что те основы, на которых стоит человечество, а именно рыночная экономика, как то, что определяет жизнь людей, то есть люди встроены в некий механизм саморегулируемого рынка, которым они не управляют, который они не в состоянии никак контролировать. Развитие цифровых технологий, которые приносят не больше свободы, не больше информации, не больше просвещения, а больше слежки, контроля и такой вот стандартизации человеческого восприятия, примитивизации человека. Наконец, подъем авторитарных режимов, которые сегодня происходят во всем мире, не только в России. Мне кажется, что вот это все, оно представляет собой развитие, к сожалению, во многом неизбежное, то и цивилизация, которые в целом являются продуктом модерна, капитализма и так далее. То есть я не могу сказать, что я какой-то исторический оптимист, пессимист точнее. А похоже. Я как бы не верю в автоматический прогресс, в том, что без активного вмешательства людей в ход событий, сам этот ход событий, он к чему-то лучшему приведет. Поэтому, если говорить о сегодняшней России, о войне в Украине, ужасной преступной, которую она ведет, то, к сожалению, нельзя сказать, что все это выбивается из каких-то стандартов нормальности и противоречит тем тенденциям, которым, к сожалению, развивается мир в самых разных частях света. Более того, мы видим, что эта война, она во многом производит такую эскалацию на общемировом уровне. То есть она показывает, что какие-то границы возможного, они серьезно раздвинулись, что, так сказать, вопросы внешней политики можно решать при помощи военной силы, что можно бросать вызов такой агрессивной и такой открытой международному праву, говорить о том, что этого международного права в принципе не существует. И я думаю, что это в целом очень серьезно раздвинуло границы возможного не только для России, но и для очень многих других, так сказать, акторов как бы на мировой арене. И, к сожалению, их число, оно скорее будет увеличиваться, чем уменьшаться. Илья, вы сейчас очень интересно сказали про вмешательство людей. Но, собственно, последние несколько, наверное, десятилетий нам показывают, что у людей осталось очень мало пространства для этого вмешательства. Особенно, если мы будем говорить про авторитарные или тоталитарные режимы. Что вы тогда имели в виду под вмешательством людей? Ну, под вмешательством людей я имел в виду активное вмешательство в ход политических событий, участие в политике. И я думаю, что такие возможности, они остаются. То есть буквально десятилетия назад мир переживал подъем массовых протестов. Была арабская весна, были события в Москве, там, 2011 года, был Occupy Street в Америке, протестное движение в самых разных странах, в условно-демократических, в авторитарных. Поэтому я не думаю, что мы переживаем какой-то особый момент, когда у людей вообще закончились все инструменты для вмешательства. Но надо понимать, что количество этих инструментов, конечно, оно сокращается. И смысл вот этих авторитарных режимов и проводимых этими режимами репрессии состоит ровно в том, чтобы количество этих инструментов вообще свести к нулю. Но я думаю, что потенциал для сопротивления, потенциал для движения снизу, он всегда остается. Другое дело, что он в конкретных исторических обстоятельствах, в каждой конкретной ситуации, он связан не только с желанием людей, с желанием активистов, участников каких-то протестных движений, но с неким уникальным сочетанием обстоятельств. И в это уникальное сочетание обстоятельств входит в том числе кризис верхов, кризис вот этих предшествующих моделей управления. Потому что если протест сталкивается с консолидированным аппаратом государственного насилия, то, естественно, он проигрывает. То есть безоружные люди всегда проигрывают вооруженным. Вопрос в том, насколько вооруженные люди готовы идти до конца. Насколько они готовы поставить все на выполнение преступных приказов, которые им отдает их руководство. Илья, вы сейчас сказали про смысл авторитарных режимов. Я подумала вот о чем. В последнее время, буквально в последний месяц, в нашем русскоязычном интеллектуальном эмигрантском дискурсе очень много разговоров про идеологию путинского режима. Я знаю, что вы одним из первых еще полгода назад написали очень большой материал, по-моему, на Репаблике, об идеологии путинского режима. И тогда вы назвали его таким, скорее, инструментом, технологией, а не совокупности идей, которой, по идее, идеология должна быть. Скажите, пожалуйста, почему, когда вы пришли к этой мысли, что это именно технология, и как вам кажется, что ждет такую технологию в дальнейшем, как она может развиваться? Ну, во-первых, надо сказать, что такой вот идеологии, которая бы работала на государственном уровне, как совокупность идей, да, такая вот логически связанная между собой, ее вообще нигде особо и не было. Мы знаем, например, что там, так сказать, идеология условно нацистской Германии или фашистской Италии, она представляла собой набор лозунгов, да, которые не всегда между собой как бы увязывались, и содержание которых очень сильно менялось там в связи с политической конъюнктурой. В Советском Союзе, даже в Сталинском, да, с одной стороны, казалось бы, была некая идеология, там, марксизм, ленинизм, да, научный коммунизм и так далее, но проблема в том, и об этом пишут очень многие историки сталинизма, что норма этой идеологии, она всегда была ускользающей, да, именно это ускользание нормы, оно давало такой огромный вес авторитету лично Сталина. Потому что если вы способны самостоятельно, как бы, эту идеологию господствующую воспроизводить, если у вас нет потребности в авторитете, который бы все время подтверждал правильность или наоборот неправильность каких-то выводов, то, соответственно, авторитет этой власти, он бы серьезно бы падал, да. Поэтому в Советском Союзе, несмотря на наличие, казалось бы, некой связной, там, квазинаучной идеологии, все время существовало то, что вот такой следователь Алексей Юрчак, да, автор книги, это было навсегда, пока не кончилось, он называет это авторитетным дискурсом, да. То есть все время должна быть какая-то инстанция, которая сообщает, вы правильно поняли, так сказать, смысл идеологического утверждения или неправильно, да. Это похоже на Путина. Ну, это похоже на Путина, потому что именно так работает идеология, практически, да, идеология в государстве. Вот, и если мы посмотрим на вот эти дискуссии об идеологии, которые ведутся, там, особенно последние два года, в общем, они ведутся же не только в оппозиционной среде, они ведутся в путинской среде, они ведутся в администрации президента, да, вот в каких-то департаментах, там, патриархии и так далее, то мы увидим, что там с одной стороны, я имею в виду, скорее, в администрации президента, да, существует, как бы, понимание, для чего нужна идеология, как она должна работать, но отсутствует четкое понимание по поводу, так скажем, контента, да, потому что как она должна работать, абсолютно понятно. Значит, необходимо, чтобы общество было дисциплинировано, чтобы все, там, социальные группы были распределены по каким-то карманам, да, где они будут воспитываться в лояльном духе, должна быть, там, массовая детская организация, должна быть организация для юношества, должна быть организована, там, политическая подготовка здесь, промывка мозгов там, как бы, и в итоге мы получим, вот, то консолидированное общество, да, которое хочет Путин, то есть общество, которое не воспринимает интересы государства, как чужие, которое принимает все, что предъявляется в качестве интересов государства, в качестве своего собственного интереса, потому что только от таких людей можно требовать, ну, как бы, идти на смерть, да, сегодняшнее российское государство, оно, там, просят заплатить очень высокую, очень высокую цену за свою к нему принадлежность, да, и люди должны быть воспитаны в таком духе, чтобы эту цену быть готовыми заплатить. Все очевидно, да, вопросов, то есть, зачем нужна идеология, как она должна работать, нет. Есть некий вопрос, ну, как бы, в чем она состоит, в чем состоит вот это высокое послание государству, обществу, которое общество должно принять, как свое собственное убеждение, вот. Ну, и поскольку форма идеологии, как мы уже с вами обсудили, она является первичной, вот, а контент является вторичным, вот, поэтому этот контент, в общем, он находится в некой ситуации постоянного, постоянного изобретения, да, и не так важно, чтобы этот контент был связанным, чтобы он базировался на какой-то там внятной мировоззренческой концепции. Понятно, что есть некая, так скажем, в России есть некая интеллектуальная традиция за вот таким вот отношением к государству, за обожествлением государства, за требованием абсолютной лояльности к государству, и понятно, что арсенал этой традиции, да, ну, прежде всего, будем говорить так, ультраконсервативной традиции, такой вот монархической Российской империи, он в этом контенте задействован, да, но также в нем задействована масса идей из самых разных других источников. Например, вот в Москву приезжает Такер Карлсон, да, в недавнем прошлом одна из звезд Fox News, это главный такой вот консервативный правый американский канал, который изобрел, на самом деле, значительную часть той риторики, тех фигур, как бы идеологических, к которым обращается Путин в своих речах, да, то есть, например, идея о том, что вот есть большинство верующих и трудолюбивых, простых, как бы, россиян, которым нужны традиционные ценности, это вот то, что Рейган называл моральным большинством, да, вот моральное большинство в Америке, которому не нужны никакие вот эти девиации, как бы феминизм, вот это вот постоянное какое-то переживание вины там за свое прошлое, которые просто хотят жить, как бы, в своей стране и, ну, исповедовать американский образ жизни, американские ценности, да, просто ровно та же фигура, моральное большинство и, как там Соловьев говорил, 2% дерьма, да, вот 2% каких-то либералов, как бы, уродов, ненавистников всего русского, ну, или всего американского в оригинале, да, вот, значит, люди, которым нравится, как пел один кантри-певец, которым нравится наше молоко и мед, но которым не нравится наш образ жизни, вот, вот это разделение на абсолютно молчаливое большинство, как бы, голосом, которого выступает там лидер, да, какой-то консолидирующий, как бы, эту часть общества и вот меньшинство очепенцев, которые не являются легитимной точкой зрения, принадлежащей к этой стране, да, вот для Путина, например, очень важно было, как это правильно сказать, по-английски есть такое слово othering, да, то есть делать, сделать оппозицию, ну, чем-то не принадлежащим к России, что это просто кучка, там, шпионов, которые, там, прямо управляются из рубежа. Вот все эти, все эти образы, все эти способы идеологического описания, они были откуда-то заимствованы, да, вот конкретная идея морального большинства, это идея американских консерваторов, да, есть какие-то другие идеи, которые заимствуются из православного, православного монархизма, да, из консервативной традиции 19 века, есть какие-то фигуры, которые заимствуются из сталинизма, причем такого позднего сталинизма, да, к конца, там, 40-х, начало 50-х годов, когда сталинский режим, в общем, перешел к такой вот великодержавной националистической риторике, да, и меньше апеллировал, собственно, к марксизму, интернационализму, там, и так далее. Вот, поэтому, да, конечно, эта идеология очень эклектичная, но всякая идеология, работающая как идеология в государстве, она такая вот немножко эклектичная. Ей не обязательно быть связной, потому что для нее важно, важно, что всегда остается вот эта инстанция истина, что есть какой-то конкретный, как бы, источник, который в каждой конкретной ситуации может человеку сказать, вот он правильно понимает все, да, или неправильно. Илья, а вообще современному государству нужна идеология? Ну, это хороший очень вопрос. Дело в том, что есть теория идеологии, да, какое-то вот размышление философское об идеологиях, некоторые представители которого, они подводят, в общем, к тому, что без идеологии невозможно общество, да, что для того, чтобы каким-то образом взаимодействовать с другими, для того, чтобы предпринимать действия самому, любому человеку нужна некая картина мира, нужно некое представление о том, что является хорошим, что является плохим, чего от него ждут там люди, да, чего они от него не ждут там и так далее, и так далее. О своем месте в мире, как этот мир устроен, да, что, в общем, является его каким-то законом основным. То есть у каждого человека, даже у такого самого далекого от интеллектуальной деятельности есть вот такой вот набор представлений. Ну, по сути, идеологических представлений, да. Поэтому мне кажется, что эта точка зрения, оно такое вот объяснение идеологии, оно очень близко к тому, что мы имеем, вот, потому что она дает возможность посмотреть на связь между, так скажем, тем, что мы называем государственной идеологией, да, и тем, что можно назвать, ну, таким общим здравым смыслом, да, то есть кругом представлений, которые люди, там, или какие-то группы людей считают самоочевидными. Вот один из таких вот теоретиков, как бы в области идеологии, Антонио Грамши, да, он говорил о том, что в тот момент, когда человеку кажется, что все так и есть, да, ну, то есть он делает какое-то утверждение, которое с его точки зрения не является идеологическим, потому что оно просто отражает реальность. Вот в этот момент он, собственно, является ангажированным идеологией. То есть тогда, когда мы идентифицируем, что что-то является идеологическим, да, наоборот, в этот момент идеология работает, как бы, не очень, не очень хорошо, потому что мы ее начинаем принимать как что-то внешнее, а следовательно то, что может быть оспорено с, так сказать, позиции какой-то нашей собственной собственной рациональности, да, наших собственных представлений. Поэтому настоящая идеология, она, конечно, должна быть незаметной. Настоящая идеология – это не просто какие-то огромные там плакаты на улицах, да, и бесконечные портреты там лидеров государства. Настоящая идеология – это то, как мыслят обычные люди. Вот как они себе представляют мир. Вот. И власть, так сказать, идеологическая власть, так скажем, или, выражаясь опять-таки терминами Грамша, идеологическая гегемония, да, вот правящая группа, она связана как раз с тем, насколько ей удается управлять и наполнять вот этот вот здравый смысл, да, то есть не принуждать людей подчиняться, а как бы делать так, чтобы люди подчинялись добровольно, да, чтобы происходило вот это вот подчинение без принуждения. Именно так Грамша определяет роль идеологии. То есть очень важно, что идеология, она работает не на политическом этаже, да, то есть что такое политический этаж. Это вот когда люди раз в четыре года ходят, голосуют или смотрят какие-то политические новости, их обсуждают. А идеология работает на этаже частной жизни, да, то есть там, где, ну, люди общаются друг с другом, там, где они воспроизводятся, да, там, в семьях, в школах, там, в каких-то общественных инициативах и так далее. Илья, если мы спустились вот на этот этаж частной жизни, у меня вот что интересно. Говоря про идеологии, каким-то образом получилось, что мы в России много лет жили, не проводя параллели или не придавая особенного внимания разделению на всякие идеологические течения, в смысле, например, правых и левых, да, даже активисты, даже люди, которые интересовались политикой. У нас это все было немножечко размыто. Вот союз правых сил, вот коммунисты, вроде бы все понятно, а начинаешь разбираться особенно с экономическими программами, оказывается, что правые не совсем правые, а левые не совсем левые, и как бы казалось, что это немножечко неважно. Так ли это, не ошибаюсь ли я вот в этом своем ощущении, и как вы думаете, почему так получилось? Ну, во-первых, начнем с того, что правые и левые – это система политических ориентиров, да, это не, так сказать, не идеологические константы какие-то, да, то есть нельзя сказать, в чем состоит левая идеология. Можно сказать, давайте поговорим о, там, о социализме, о марксизме или о либерализме, да, но само по себе вот это определение правое и левое, оно действительно постоянно меняется, исходя из конкретного, там, контекста, как бы разных стран, да. Изначально мы знаем, что разделение на правое и левое, оно возникло во время французской революции в конце 18 века, когда те, кто сидел по левую сторону, там, председателя парламента, это были сторонники перемен, да, там, какого-то прогресса, республики, гражданских прав и так далее, а по правую руку сидели консерваторы, которые не хотели ничего менять, да, и поэтому там на протяжении 19-го и большей части 20-го века левые это были сторонники социального прогресса, а правые, как бы, это были там условно-консервативные силы, да. Понятно, что все это очень сильно менялось. Один из примеров, как бы, этого замешательства вокруг понятия правое и левое, это период перестройки, когда сторонники перестройки, там, условные демократы, они называли себя левые или там крайне левые, да, а там, условно, член политбюро Легачев, извините, да, он как бы в этой системе координат был правым, вот, потому что он, значит, стоял как бы на консервативных позициях, он выступал против там каких-то глубоких политических социальных реформ и так далее. Понятно, что с точки зрения какой-то формально-идеологической, ну, скорее, там, Легачев был там левым, потому что он, значит, считал, что нужно сохранить там социалистическое наследие, а, так сказать, сторонники перестройки хотят его там разрушить и заменить капитализмом. после того, как Советский Союз коллапсировал в 90-е годы, все опять как бы поменялось, да, и там, условно, либералы стали называть себя правыми, да, а сторонники там социализма, условно, в том числе советской модели, да, они стали называть себя левыми. В 2000-е годы все это, все эти термины, они еще больше усложнились, потому что мы пришли к состоянию так называемой суверенной демократии, вот суть, которая заключается в том, что источник политических решений реальной в стране, он один, и он находится в Кремле, да, в слове суверенная демократия, главное, как бы, слово это суверенное, да, которое обозначает вот это единство источника власти, а демократия это вот что-то вторичное, да, вот, поэтому в этой ситуации, когда люди могут надевать себя, так сказать, какие угодно костюмы, там, правых, левых, там, и так далее, в конечном итоге ключевым вопросом является вопрос, ну, их настоящая суверенность, суверенность, да, вот они агентны или просто им звонит Сурков и отдает приказы, вот, если происходит второе, да, то неважно, кто они, там, коммунисты, либералы, там, и так далее, они просто не существуют как субъекты, как бы, политические, да, и они принимают решения не исходя из своей системы взглядов, а исходя из тех, значит, той схемы, которая утверждена в Кремле и к которой они имеют отношения просто как к исполнителям, вот, поэтому в контексте России, там, 2010-х, например, годов, главная разделительная линия, она была условно между системными людьми, да, то есть теми, кто исполняет приказы кремлевской администрации и теми, кто исполняет, исполняет то, что подсказывают ему его собственные политические убеждения, да, и эти политические убеждения, они могут быть разными, мы, там, знаем, что, там, в России в 2010-е годы возникало довольно много несистемных левых политиков, которые действовали исходя из своих убеждений, а не исходя из инструкции, которые исходили от Кремля, как бы, и передавались через Зюган, через посредства Зюганов, да, вот, с другой стороны, существовали, там, и либералы, и даже ультраправые, да, там, националисты какие-то радикальные, да, которые тоже, в свою очередь, делились на кремлевских и, так сказать, таких вот, как бы, независимых. И вопрос состоит в том, что, вот, в этой реальности для очень многих представителей оппозиции, вот, на этом разделении, то есть, на системных и несистемных, в принципе, оценочные осуждения, они заканчивались. То есть, если человек зависит от Кремля, ну, как бы, понятно, он бессовестный, какой-то плохой, его можно не слушать. Если он не зависит от Кремля, то сам факт этой независимости уже характеризует его, как, достойного какого-то политика. В то время как ядро вот этих его собственных убеждений, оно, как бы, вторично. То есть, например, если человек является сторонником, там, не знаю, какого-то, там, расово-однородного, не знаю, там, русского нацистского государства, да, но он находится в радикальной оппозиции Кремлю, то к такому человеку все относятся, там, более-менее толерантно, но потому что, как бы, он с нами на одной стороне находится вот в этой системе координат, которая в целом, она является нездоровой, да, она является крайне, ну, такой вот извращенной, изуродованной опытом российского авторитарного режима, который вообще очень сильно, так скажем, коррумпировал и политическое пространство, и, я бы сказал, морально очень сильно коррумпировал просто миллионы людей в стране и, ну, как, продолжает этим заниматься. Получается интересно, что вот эти убеждения становятся важны, когда речь идет не про нас конкретно, да, про что-то более отдаленное. Например, как сейчас, в октябре прошлого года, после начала войны в Израиле, все резко стали почувствовать необходимость определиться вот с этими своими убеждениями, правые, левые, да, и вообще эта израильская война стала таким камнем преткновения, в том числе и в русском сегменте интернета. Я говорю даже не про западные всякие перипетии прессу и студентов и так далее, а именно про то, как много это вызвало эмоций именно в русском сегменте. Ну, на самом деле интересно, какие это эмоции вызвало, например, в американском сегменте, да, вот мне тоже приходится это наблюдать, потому что если говорить про Америку, ну, очень много, значит, обсуждается, что вот какие плохие, значит, американские там левые или американские либералы, да, мы знаем, что в Америке определения левые либералы, они очень близки. В Америке либерал это сторонник социального государства, это сторонник прав, так сказать, там, меньшинств разных, да, и почему-то мало обсуждалось то, что про-израильский лагерь, он объединил, ну, как бы все ультраправые силы в американском обществе, да, то есть, условно, все сторонники Трампа, самые просто там дикие, да, они одновременно являются ярыми сторонниками Израиля. Вот, похоже, разделение в Европе произошло, где мы знаем, что такие замечательные люди, как вот Марин Липен, там, да, или партия альтернативы для Германии, или, там, Мелония в Италии, они тоже, как бы, стали защитниками Израиля. Ну, не только, в принципе, достаточно много из действующих элит тоже поддержали Израиль, да, и на государственном уровне. Это, безусловно, и Джо Байден, как бы, поддержал Израиль, да, но важно, что в, так сказать, в рамках вот этой, вот этого правого лагеря, поддержавшего Израиль, это произошло по определенным причинам. По тем причинам, что Израиль видится в качестве форпоста христианской цивилизации, которая противостоит мусульманским, как бордам беженцев, которые хотят захватить Европу, как бы, западные страны и изменить идентичность, значит, белых христианских наций, да. Вот, и вопрос о поддержке Израиля, и вот эта беспокойность, такая конспирологическая беспокойность тем, что называется великое замещение, да, то есть это такая теория, что есть некий заговор по замещению белого населения мусульманскими иммигрантами, вот, они как бы очень тесно, очень тесно сплелись, да, то есть на самом деле это тоже, ну, как бы важный элемент контекста, да, например, американского, что если ты поддерживаешь Израиль, ты, как бы, ну, оказываешься, в общем, вот в одной лодке с такими людьми, там, ты знаешь. И все-таки, почему это у россиян тоже вызвало такие эмоции, да, было много постов, где известные люди говорили, ну, вот, наверное, я левый, нет, все-таки я правый, да, вдруг появилась необходимость в этой самой идентификации. Ну, то есть, мне кажется, что эта идентификация, она связана с какой-то реакцией на конкретные события, и в рамках этой идентификации люди пытаются себя как-то определить, да, при том, что, ну, как бы, есть там какая-то очень небольшая часть левых, например, в Германии, которая занимает произраильские позиции, да, там, по своим причинам, да, то есть, само название себя в качестве левого, оно не делает тебя, как бы, автоматически сторонником той или иной линии в, как бы, вот, конфликте на Ближнем Востоке. А что касается конфликта, ну, в Украине, есть ли какое-то разделение, вот такое, идеологическое между правыми и левыми по отношению к ним? Ну, оно на самом деле тоже очень расплывчато, да, потому что есть там какие-то правые, которые поддерживают там Украину, да, в том числе ультраправые, с другой стороны, конечно, есть очень большой, очень большой сегмент, ну, ультраправых сил, которые поддерживают в той или иной степени Россию, и часто, ну, невозможно, как бы, одну совместить с другим, да, то есть, просто наложить там левую позицию на проукраинскую и, наоборот, правую там на пропутинскую или, или, как бы, поменять это, поменять это местами, но, тем не менее, мне кажется, что есть некая глубокая логика в том, что крайне правые так или иначе симпатизируют Путину, ну, как бы, во всем мире, да, и она заключается в том, что через войну в Украине решается, решается некий глобальный идеологический вопрос, да, то есть, это не, не просто конфликт между двумя странами, и все это прекрасно понимают, что здесь на кону стоят очень большие вещи, да, и если говорить в терминах, как бы, мировой политики, то это вопрос о том, ну, это вопрос о международном праве, вот оно, как бы, существует или существуют просто отношения между странами, да, которые, как бы, переопределяются при помощи силы, вот, и, в принципе, как бы, заявка Путина, вот, через вторжение в Украину, она на то, чтобы сделать вот эту вторую установку, да, что нет никаких наднациональных норм, нет никаких наднациональных структур, все в конечном итоге решается договором между сильными странами, которых немного, да, вот этими подлинными, суверенными, а слабые страны, которые по определению суверенными не являются, они находятся, ну, просто положение объекта, как бы, добыча, которые, вот, делятся сильными. Вот этот, во взгляд, второй, он соответствует неким глубинным таким вот представлениям ультраправых о том, как вообще должен быть устроен мир, да, соответствует, например, их представлению о том, что там нужно закрыть границы, о том, что Евросоюз, как бы, это очень плохая организация, да, и объединение Европы, оно, ну, это вообще фундаментально неверная идея, да, что просто вот Европу как бы нужно развалить. Это установка на то, что должны произойти какие-то внутренние трансформации, там, ценностей, да, внутри и самих национальных государств Запада от, там, условно того, что называется либерализмом или, там, леволиберализмом, глобализмом, да, в, так сказать, в рамках вот этой, вот этого правого взгляда, должно смениться на какой-то другой политический порядок, да, основанный на традиционных ценностях, на национальных интересах и на, ну, на ограничении демократии, потому что демократия – это, так сказать, всегда угроза национальной безопасности, угроза единства нации и тем ценностям подлинным, да, вокруг которых эта нация объединяется. Вот, так что я думаю, что можно сказать, что за этим конфликтом, разделением вокруг этого конфликта стоят какие-то большие идеологические фигуры, но опять-таки это разделение, оно не происходит вот по таким совсем очевидным линиям, да, потому что там есть левые, критикующие военную помощь Украине, да, там, в западных странах, в Америке в том числе, вот, с другой стороны есть правые, например, в Восточной Европе, которые поддерживают Украину просто из соображений, там, национальной безопасности своих собственных стран, да, не потому что они, так сказать, являются сторонниками каких-то тех или иных, как больших таких принципов, вот, поэтому, конечно, сложно сказать о том, что вот это размежевание, идеологическое размежевание вокруг войны Украины, оно проходит по каким-то очевидным линиям. Илья, возвращаясь к началу нашего разговора, вот сейчас у нас идут две войны, не очень понятно, какие и будут ли какие-то последствия у Ближневосточной войны, понятно, что у украинской войны последствия точно будут, да, в некотором смысле переформатирование Европы или международной безопасности, оно само собой напрашивается, как бы этот конфликт не закончился. Как вам кажется, необходимо ли будет какое-то идеологическое переосмысление, может быть, какая-то доработка концептов или, наоборот, произойдет какой-нибудь отказ от чего-то. Потребуется ли как бы человечеству, людям, которые вообще этим занимаются и этим озабочены, какое-то, ну, более четко, более четко отрегулировать свой прицел, грубо говоря? Ну, прицел, то есть понадобится отрегулировать в том смысле, что должно в, так сказать, арсенал понятий вернуться представление о едином человечестве, вот, и об угрозах и вызовах, которые, как бы, перед этим единым человечеством стоят, вот, то есть, например, проблема изменения климата, которая является, ну, ключевой экзистенциальной проблемой, то есть, понятно, что Путин со своей, там, бомбой, как бы, попытался оспорить, как бы, это первое место, но реально климатическая проблема, она, очевидно, стоит на повестке дня, и это вопрос уже, как бы, ближайшего, там, будущего, да, и он требует коллективных решений, то есть, его нельзя решать на основе каких-то, там, антагонистических национальных интересов, его нужно решать только вместе, да, вопрос о международном праве, об организации объединенных наций, которые сейчас находятся, ну, просто в состоянии деградации, просто никто не слушает организацию объединенных наций ни по какому поводу, да, вот, и ее голос становится все более и более маргинальным, то есть, что это значит? Это значит, что мы, если это положение не будет исправлено, но мы придем, действительно, к миру по Путину, вот, такому многополярному миру, в котором все будет решаться просто при помощи силы и каких-то, значит, таких вот конъюнктурных соглашений между какими-то конкретными государствами, вот, а не исходя из общих норм международного права. А что это значит? А это значит, что такие большие понятия, там, понятие геноцид, например, да, вот что оно значит? Ну, видимо, ничего, если у нас нет никакого единого поля, в рамках которого мы можем договариваться о конвенциональном, так сказать, понимании того, что геноцид, того, что такое самоопределение наций, да, того, что такое там суверенитет, что такое угроза суверенитету, да, когда эти угрозы легитимны, когда они нелегитимны, что такое справедливая война, что такое агрессивная война, да, вот весь этот общий вокабуляр, если он исчезает, мы входим в ситуацию, которую напрямую будет нести человечество, ну, просто к состоянию, как бы, варварства. Вот. И, конечно, это очень серьезные вещи, они стоят перед миром в целом. Вот. И, честно говоря, пока ожидания не очень радужные на этот счет. Если бы вы, ну, если бы вы надеялись на то, что все-таки удастся это преломить, на что можно надеяться? Что может помочь как-то это изменить? Ну, как бы чудо, вот, потому что чудо – это то, что прерывает, как бы, вот, естественный, какой-то закономерный код событий, да, то есть сейчас мы видим какие-то тенденции, если они будут, вот, развиваться согласно своей собственной логике, они просто все вместе нас приведут к пропасти, да, вот. Поэтому должно случиться чудо в таком очень практическом материальном смысле, да, то есть что-то должно прервать вот развитие вот этой логики. Что это будет? Это будет смена режима в России, это будут какие-то большие, такие вот политические изменения в западных странах, да. Я имею в виду даже изменения не в смысле нахождения у власти тех или иных фигур, а, ну, такие концептуальные, да, то есть вот они в процессе принятия решений будут исходить из каких-то других вещей, чем они, так сказать, делают это сегодня. В общем, очень очень много может быть таких калиток, да, в которые может войти вот это неожиданное изменение, неожиданная остановка общей такой вот суицидальной тенденции, в которой сейчас человечество пребывает. Илья, спасибо вам огромное за этот разговор, было очень интересно, давайте вместе надеяться на чудо и надеяться, что следующий наш разговор произойдет быстро, но уже когда это чудо хотя бы начнет как-то прорисовываться, и мы сможем рассмотреть его границы и обсудить его, что вот оно происходит. Спасибо вам огромное. Спасибо. Да, будем на связи, до новых встреч. До свидания, спасибо большое. Счастливо. До свидания. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Корректор А.Кулакова